Депутаты Государственной Думы единогласно приняли закон, который позволит заключать прямые договоры на оказание услуг ЖКХ. Что сулят поправки в жилищный кодекс, обсудили в Доме правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. Новый закон ужесточит правила, а в перспективе должен повлиять и на платежную дисциплину. Перейти на прямые расчеты с потребителями поставщики могут, если коммунальщики на протяжении двух месяцев не погашают долги. В республике уже приходилось распутывать мошеннические схемы управляющих компаний. Ряд УК вывели со счетов многомиллионные суммы. Поправки в жилищный кодекс помогут навести порядок в сфере ЖКХ. Прежде всего, городские власти должны теперь думать, как будете выстраивать отношения с управляющими организациями, с организациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жителями многоквартирных жилых домов. Мы, допустим, уже привыкли, система налажена, когда люди напрямую оплачивают за электроэнергию, за газ поставщикам. По отдельным территориям, по отдельным микрорайонам проблем очень много возникает. Прямые договоры теперь могут быть заключены на поставку холодной и горячей воды, отопление, а также вывоз мусора. Отказаться от услуг управляющих компаний федеральный закон позволит и собственникам жилья. Это собрание жителей многоквартирных жилых домов, которые на своих собраниях решают, как, соответственно, найти варианты решения и разрешения. И во избежание появления и защиты граждан от двойных квитанций, о заключении таких договоров, об изменениях, уведомляется орган государственного жилищного надзора. У вас сейчас дополнительные полномочия появляются. В региональном Минстрое уже готовятся перейти на новую систему расчетов. Сейчас еще выйдут подзаконные акты, потому что это изменения в жилищный кодекс Российской Федерации. Не совсем понятно пока из тех формулировок, которые есть в законе, как производить начисление за общие домовые нужды, потому что сейчас, скажем, эта статья затрат входит у нас в жилищные услуги. Систему прямых расчетов без посредников Минстро и Республики называют наиболее прозрачной. Эта норма у нас работает, ну и, скажем, просто стала более законным ее применение. Вот, допустим, Чувашская энергозабытовая компания, наши электрики, они, у них по закону об электроэнергетике, была возможность еще до принятия этого федерального закона о внесении изменений в жилищный кодекс, возможность расторгнуть договоры энергоснабжения с управляющей компанией. Это приоритет, и в любом случае мы будем в этом направлении двигаться, что у нас люди и жители Чувашской Республики будут оплачивать счета напрямую с оснабжающим организациям. Ожидается, что новый закон вступит в силу в апреле. Дмитрий Ковалев, Галина Титарчук, Андрей Шоклев и Борис Андреев. Республика. Продолжение следует...